В областном управлении Роспотребнадзора сегодня прошла пресс-конференция, посвященная проблеме туберкулеза. По словам специалистов, в регионе на сегодняшний день в этом направлении установилась положительная динамика. Десять лет назад буквально в Рязанской области выявлялось до тысячи пациентов впервые с заболеванием туберкулеза. Из них порядка 220 человек погибали ежегодно. На данный момент выявляемость туберкулезом снизилась до чуть более 600 человек в год. И смертность снизилась, например, в 2013 году у нас погибло 72 человека. Основной причиной заражения туберкулезом является слабый иммунитет. Но сегодня можно смело заявить, что мы не только стали лучше жить, но и начали следить за собственным здоровьем. Не обошлись стороной и тему приезжих граждан. Современные работодатели в погоне за дешевой рабочей силой зачастую пренебрегают элементарными правилами трудового законодательства. А ведь самой уязвимой перед туберкулезом категорией являются молодые люди от 25 до 45 лет. То есть трудоспособное население в самом, как говорится, расцвете лет. Олег Васильевич озвучил цифру, там 600, у нас 13 человек выявлено за 2013 год. Это всего. Но из них 78 – это, как мы говорим, мигранты. То есть в основном это люди, которые приехали к нам из ближнего зарубежья. И если отбросить вот эти цифры, то тогда мы уже на заболеваемости вышли бы на дорожную карту 2020 года. Что касается профилактики туберкулеза, то работа в этом направлении ведется, причем не только со взрослыми, но и с детьми. Основной причиной заболеваемости среди подростков является то, что их родители отказываются от предлагаемых и, между прочим, обязательных процедур по выявлению и предотвращению заражения туберкулезом. Нас очень огорчает то, что очень много родителей стали отказываться от туберкулиновых проб. И в прошлом году уже более 2000 детей, родители которых, отказались от проведения им вот этого метода исследования. Хотелось бы напомнить, что несоблюдение элементарных норм, я считаю, нашего гражданского сообщества, в общем-то ведет к очень неблагоприятным последствиям. Как говорится, наше здоровье в наших руках. И пока мы сами не возьмемся за ум, ситуация не изменится в лучшую сторону. А ведь туберкулез – страшное заболевание. Так что берегите себя и своих близких. Продолжение следует...